Масштаб личности Легион путейцы Победа Донецк Можно я перед глазами все-таки буду держать группы Потому что жеребьевка отняла много сил Легион путейцы Победа Донецк Конечно же не повезло путейцам В том плане что у них завтра Сразу матч открытия в 9 утра Пожелаем успехов Сергею Воронкову Надеюсь что вся команда к 9 утра уже будет в Москве И будет готова провести этот поединок Потому что они попали в группу из трех команд А здесь нет времени на раскачку Каждая игра важна И надеюсь что команда выйдет из этой группы Сейчас я не знаю даже для кого больше спрашиваю Для зрителей или для себя Но ты ведь неоднократно видел Легион Хотя конечно немножко не в таком сочетании Ну а путейцы ты знаешь как облупленных Что по этому противостоянию думаешь? Ну я видел сегодня тренировку вашей команды В перекладину вы попадаете хорошо С попаданием в ворота протяжелее Матч будет интересный Путейцы Немножко ослабленном конечно составе Едут на турнир Но дадут бои А вы очень часто Тяжело раскачиваетесь по турнирной сетке Поэтому будет в любом случае интересно Двигаемся дальше У нас следующая питерская команда Это группа D Золотой, Гефест, Зенит Израиль И парус Ростов-на-Дону Ну мне кажется что здесь с выходом дальше все понятно Команды первые Которые первые и вторые строчки Изначально при жеребевке занимают Они и займут первую и вторую строчку Но с учетом того что еще третьи места выходят Ну здесь будет борьба между парусом и Зенитом Думаю что за третье место Гранд форвард, Титан, Детонатор, Севастополь Очень сложно что-то сказать про команды Севастополя Гранд форвард провел большую селекцию зимой Все игроки прижились в коллективе Кто-то их покинул Кто-то остался И едет в Москву Есть определенные джокеры в составе Николая Ляпарова Но он к сожалению там вчера еще Тяжелую травму получил один из футболистов Пришлось экстренно его заменять Павел Зубов сломал вчера ключицу Пожелаем Павлу здоровья Но борьба будет интересная Но думаю Гранд форвард из этой группы выходить обязан А Титане что-нибудь знаешь? Нет не знаю Но в принципе здесь есть третья команда Команда из Севастополя Надо брать очки с ней А с Титаном уже смотреть как получится Важно посмотреть на календарь на самом деле Потому что сейчас у Титана из Севастополя Решают между собой Может быть им поменяться Второе и третье место поменять Команда из Севастополя должна провести две игры В один день Ну это достаточно жестко Приехали они чтобы сыграть две игры в один день А Титан наоборот Не хочет в принципе играть 6 числа Потому что есть у них там мероприятие Это я уже все только что слышал в калуарах Поэтому вполне возможно Титан проведет две игры В первый игровой день А команда из Севастополя по одной встрече проведет И таким образом Гранд форвард получит команду из Севастополя Когда уже сыграет с Титаном И будет определенное преимущество у них в последнем матче Опытному Константину Головскому Антону Архипову и Сергею Далматову Удобнее в один день выложиться Потом отдохнуть перед плей-оффом Посмотрим Все это станет ясно сегодня вечером чуть попозже По крайней мере оргкомитет Насколько я знаю не против такой рокировки Если все участники данной группы будут согласны Иствут Рапсодия Алихан Актау Рапсодий будет тяжело Сразу говорю будет тяжело Очень надеемся В коллектив Рената Русова Надеюсь что они соберутся Выдут злые на эти поединки Опять же не успел я посмотреть их расписание Это очень важно Как Рапсодия Проводит сначала Так здесь у тебя ошибочка есть Рапсодия с Алиханом сначала играет Сначала с Алиханом Ну вот это по сути Это будет я думаю решающий матч Ну с Истудом можно цепляться Много раз я видел эту команду Но я не знаю в том же они будут в составе Или не в том Или будут какие-то изменения Но тяжело будет Рапсодия Наверное это пока Самое сложное жребие для команды Санкт-Петербурга Именно достался Рапсодии Ну и последняя группа с питерской командой Локомотив РПМ Достоевский Спартак Спартак Команда из Луганска Насколько я помню В прошлый раз была Другая Другая команда была Со Спартаком мы не знакомы Я верю Верю в Достоевский Надеюсь что они выйдут Из этой группы Состав у них такой Несколько экспериментальный Не хватает Ребята немножко сыгранности Хотели они попасть в группу Из четырех команд Для того чтобы Потихоньку возможно Вкатиться в этот турнир Почувствовать атмосферу КФЛ Но здесь придется без раскрачки Сразу все орудия Вперед в бой И выходить из группы Других вариантов нет Болеем за Достоевский Что Жень спасибо Очень развернуто Болеем